Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня у нас вот такая радость, мы вспоминаем евангелиста Луку. На самом деле, всякий раз, когда мы вспоминаем благовестие и благовестников, это огромная радость, потому что это благая, добрая или радостная весть. И вот, кто же именно сохранил, что же вот это за удивительные люди? Мы знаем, что не один, не два, а четыре евангелиста, вот как четыре стороны света, вот так и четыре евангелиста, они с четырех сторон освящают спасительную миссию Господа, и тем самым нет какого-то недостатка, то есть в полноте. Конечно, в этом был Божий промысл, но у каждого евангелиста, у него есть свои такие особенности, потому что, когда Святой Дух просвещает человека, то он в нем не уничтожает его талантов человеческие, ведь сами таланты тоже от Бога, способности, те или иные черты характера. Кто-то более строгий, кто-то более мягкий, кто-то интеллектуальный такой вот человек, кто-то более простой, и вот эти особенности, на самом деле, они тоже от Бога, и поэтому, когда Святой Дух просвещает человеку, он не уничтожает в нем его индивидуальных особенностей, но сами эти особенности тоже начинают служить благовестии. Вот евангелист Лука, кто же он? Наверное, многие удивятся, узнав, что он не принадлежал богоизборному народу, он не был из числа еврейской нации, и вообще он был такой эллинской культуры, эллинской культуры, как уже в древности считалось, он происходил из города Антиохии, у него очень такое высокое образование, греческое образование, он прекрасно писал по-гречески, считается также, что он владел юридическим образованием, и даже когда он сопутствовал апостолу Павлу, ведь он был сподвижником апостола Павла впоследствии, то он в каком-то смысле был еще и личным юристом, и, может быть, даже и адвокатом Павла, потому что апостолу Павлу приходилось вступать, ну, в дискуссии, в какое-то соприкосновение с представителями властей, и, а так как все это была римская империя, просто разные провинции, то нужен был человек, который прекрасно владел юридическим правом, таковым был Лука, и, кроме того, о нем тоже известно, что он был врачом. Вот Павел в одном из посланий пишет, приветствует вас, Лука, врач возлюбленный. Вот это именно речь о евангелисте Луке, потому что он действительно обладал также медицинским образованием, и даже в его Евангелии и книгодеянии, как мы знаем, тоже ему принадлежат, там кое-где вот именно такая медицинская терминология. Ну, допустим, вот когда излагается притча о игольном ушке, да, помните, говорится, что скорее верблюд пройдет через игольное ухо, нежели богатый войдет в царствие Божие, то вот у Луки, там, когда речь идет об игле, то у него приводится медицинский термин, по-гречески «билоны», то есть хирургическая игла, та игла, которой могли зашивать какие-то вот, ну, раны на теле человека в то время. А когда он описывает, уже в книге «Деяний», когда вот после крушения вместе с Павлом они попадают на остров Мальта, и там высокопоставленный человек Публий, по-моему, ну, как бы он был ответственен вот за этот город, за Мальту, и там отец Публия лежал, болел, болел, и у нас переводится, что у него как бы в горячке болел живот, что-то такое. Но в греческом подменнике там Лука буквально пишет по-гречески «дизентерия», то есть он ставит буквально ему диагноз, что это не просто боль в животе, а это именно дизентерия, и Павел своей вот молитвой исцеляет этого больного человека. Вот, то есть на самом деле Лука, он был еще и врачом, и, кстати, вот он, как сподвижник Павла, он, вероятно, был личным врачом апостола Павла, потому что здоровье апостола Павла было очень и очень слабым, ему постоянно была нужна какая-то медицинская поддержка, и, видимо, вот Лука как раз такую поддержку и оказывал. Так вот, именно вот этот человек с удивительными способностями, и как нам древнее предание доносит, он же был еще и живописцем, то есть вот смотрите, какая уникальная личность, да, то есть прекрасно владеет греческим языком, он как писатель, такой выдающийся филолог, можно сказать, он же и юрист, он же и врач, и он же и художник, живописец, вот, и вот этот человек оказывается среди учеников Христовых, но при этом на самом деле трудно вот сказать, когда именно Лука включается в число учеников Господа, он не значился среди 12, а имел ли он отношение к 70, спорный вопрос, но, может быть, как раз он и был среди вот этих 70 учеников, и вот именно у евангелиста Луки описывается, что после воскресения Христова двое из его учеников, но не из 12, ну, как мы знаем, имена их это как раз вот Лука и Клеопа, они шли в Маус, рассуждали о происшедших событиях, и вдруг сам вот Спаситель рядом с ними появляется, идет вместе с ними, они его не узнают, он расспрашивает, из-за чего они печальны, они вот делятся своими переживаниями о том, что надеялись, что распятый Иисус, это и есть Спаситель мира, обетованный Мессия, вот, но он распят, умер и вроде как бы все, а Спаситель начинает им объяснять от Писания, что он как раз и есть, вот этот распятый, есть действительно обетованный миру Мессия, и вот когда они доходят уже до Имауса, они его уговаривают остаться вместе с ними на ночлег, и когда он преломляет хлеб, то они тут, тут у них открываются глаза, и они узнают Христа, и после этого он исчезает перед ними, и вот они друг другу признаются, вот тут мы видим, что делятся такими сокровенными чувствами, да, то есть как будто действительно Лука один из этих двух учеников, который фиксирует свои внутренние душевные чувства, и они что говорят? Не горело ли в нас сердце наше, когда мы слышали все, о чем он говорил, да, то есть мы еще не узнавали его внешне, вот так Спаситель прикрыл свой внешний вид, но при этом уже сердце наше чувствовало, вот, особое сердечное тепло, как плод прикосновения благодати Христовой, вот это они почувствовали, и после этого вернулись, и может быть как раз действительно вот эти Лука и Калиопа, евангелист Лука один из этих двух свидетелей воскресения Христова. Что мы знаем о жизни Луки? На самом деле, вот о нем не так много известно, о нем известно, что он становится сподвижником и спутником апостола Павла, и неоднократно Павел упоминает его в своих посланиях, и вот в книге Деяния что мы можем увидеть? Что Лука, конечно, не сразу был именно спутником, то есть он в первом путешествии Павла не принимал участия, а вот когда уже идет второе путешествие апостола Павла, то в книге Деяния вдруг неожиданно автор этой книги начинает рассуждать от первого лица. Мы отправились туда, мы остановились там, мы сели в корабль и так далее, то есть от первого лица как личный свидетель. И вот Лука, он действительно, начиная со второго путешествия апостола Павла, сопутствовал ему во всех трудностях этих миссионерских испытаний, и был вместе с Павлом, когда того схватили, и сопутствовал ему во время его путешествия в Рим, в Узах, и во время кораблекрушения был вместе с Павлом, и в Риме находился рядом с ним. И Павел в одном из своих посланий, он тоже говорит, что вот все меня оставили, и там Крискент ушел туда-то, Демас там туда-то ушел, вот, а один Лука со мною. Вот Лука в какой-то момент был единственным сподвижником Павла, который не оставил его и был с ним до конца. Ну, а потом, когда Павел оканчивает жизнь мученические, то святой Лука продолжает проповедь, и он проповедовал и в Италии, и в Галлии. Галлии — это территория современной Франции, и в Греции, еще в разных местах, но потом поселяется он в городе Фивы, это греческий такой город на Пелопоннесе, и именно там он и принимает уже мученическую кончину. Есть такое древнее предание, что Луку, евангелист Луку, его распяли на оливковом дереве, и потом вот это оливковое дерево, оно было как бы неким таким свидетельством мученической кончины. Евангелиста Луки. И впоследствии вот его мощи были взяты в городе Подуе, в венецианском городе. Есть еще такие интересные сведения, что в 1998 году стали проводить исследования мощей святого Луки, евангелисты, и там что смогли установить? Что это действительно человек, который жил в первом веке, в Рождестве Христовом, что он прожил 84 года. Вот. Ну, еще какие-то были такие наблюдения. В общем-то, возраст этот был достаточно приличный для людей того времени. Собственно, вот по внешним, конечно, таким обстоятельствам мы вряд ли можем что-то еще добавить, но прежде всего нам бы надо как раз вспомнить его Евангелие и книгу Деяний. Вот в чем особенность именно евангелиста Луки? Во-первых, именно он, вот он не был среди двенадцати, как, допустим, Матфей или Иоанн Богослов. А Марк, он свое Евангелие пишет, отталкиваясь от слов апостола Петра. Вот сохранились такие четкие сведения, что Марк, он описывал проповедь Петра. Поэтому Евангелие от Марка со слов Петра. А вот Лука, он же не был среди них. Да, он был ученик и сподвижник Павла, но Павел тоже не был из числа двенадцати, хотя и Павлу Господь лично являлся. Но именно Евангелие от Луки, оно, вот не побоюсь этого слова, оно является самым таким вот тщательным с исторической точки зрения. И Лука, он и пишет, что даже мы можем посмотреть, как он начинает свое Евангелие, а именно начинает он так. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, то есть уже появлялись различные свидетельства о жизни Христа, не только те, которые включены в Новый Завет, были апокрифические, неточные повествования. Лука все это фиксирует. И дальше он пишет, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. То есть Лука непосредственно проводит такой вот исторический труд, своего рода такое историческое расследование. Он беседует с очевидцами и служителями Сына Божия. Он берет из первых уст эти повествования. Вот дальше он пишет, «То рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала». Вот оно ключевое выражение. «Тщательное исследование всего сначала». То есть он пытается максимально точно описать все, что было. Да, ну обращается он, кстати, к конкретному лицу, «По порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Вот этот Феофил – это тоже какой-то такой образованный человек Римской империи. И титул, кстати, достопочтенный, по-гречески «Кратистос» или там в звательной форме «О Кратисто Феофиле». То есть в каком-то смысле это как ваше высокопревосходительство. То есть Феофил занимал какое-то высокое место в Римской империи и был наставлен в основах христианской веры. И хотел точно узнать. Вот отталкиваясь от такого вроде бы человеческого повода, Лука проводит очень объемное исследование, собирает все свидетельства о жизни Господа Иисуса Христа и пишет к Феофилу. Хотя вроде бы один человек его попросил, но польза оказалась для всех. И церковь сохранила вот это обращение, то есть это не вырезано, что именно к Феофилу обращение. Кстати, в книге «Деяния» там тоже идет обращение к Феофилу. Единственное, там уже вот этот титул «Кратистос» уже не упоминается. Уже Феофил на момент написания книги «Деяния» не является высокопревосходительством, то ли из-за того, что он принял веру христианскую, его лишили должности, то ли по какой-то другой причине, но там уже просто идет обращение к Феофилу, как обычному гражданину. И вот именно Лука, он приводит те сведения, те данные из жизни Господа, которых мы не найдем у других евангелистов. Ну, во-первых, именно у него подробно описывается все то, что предшествует еще даже рождению Господа Иисуса Христа. Это то, что связано с Захарией и Елисаветой, родителями Иоанна Крестителя, то, что они были бесплодны, и потом Захария служит, и вот ему является ангел, который предвещает, что родится у тебя сын, который будет пророком Всевышнего. Захарий не поверил, поэтому был наказан нематой, но потом все-таки чудесным образом Господь дает им действительно зачатие, и потом разрешает уста Захарии. Вот это описывает только Лука. И далее такое ключевое, вообще вот в истории всего человечества, ключевое событие – это благовещение Божьей Матери, когда в шестой месяц после зачатия Иоанна Крестителя, Захарии и Елисаветы, архангел говорил, посылается к Деве Марии, и, войдя к ней, говорит, «Радуйся, благодатный, Господь с тобою». И вот происходит вот этот диалог, когда она по смирению считает себя, конечно, недостойной, но он благовествует, что «Дух Святой найдет на тебя сила Всевышнего осенить тебе», и она говорит «Сероба Господня добудет мне по слову твоему». Вот это все описывает именно евангелист Лука. И отсюда пошла наша молитва «Богородица Девы Радуйся», то есть отталкиваясь от благовестия архангела Гавриила. Именно благодаря святому Луке мы имеем эту молитву. Также, кстати, как мы имеем и другое песнопение, которое на каждой утренней после восьмой песни поется, песнь Богородицы, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Потому что эти слова Божья Мать и произносит после посещения святой Елисавета, и она тоже описывает все Лука. И затем «Сретение Господне», когда уже рождается Спаситель, и его приносят в храм Соломонов, и там встречает Семен Богоприимец и Анна Пророчица. И Семен произносит слова, которые благодаря Луке тоже становятся наши постоянные молитвы. Это «ныне отпущаешься, рабатывая Бога, Владыка, по глаголу твоему с миром». И не только это, но и известные тоже песнопения, молитвенные слова «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеке», и «благоволение» тоже именно Лука приводит. Это вот событие уже из Рождества Христова, когда пастухи рядом с Вифлеемом пасли овец, вот, и вдруг им является ангел на небе, благовествует рождение Спасителя мира, и они приходят к пещере и видят младенца в яслях. Вот. А на небесах, когда вот только-только ангел явился, является также бесчисленное ангельское воинство, и возносит вот эту песню. «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеческих благоволение». Вот именно Лука это все описывает. А пастухи, конечно же, делятся с Божьей Матерь, и сказано, что она слагала все это в сердце своем. И вот отсюда, кстати, братья и сестры, это очень важно, отсюда следует очень такой интересный вывод, интересное наблюдение. Вот Божья Матерь слагает это все в сердце своем. То, что ей сказали пастухи о явлении ангелов, то, что говорил Семен Богоприимец, Елисавета, что ей рассказывала о рождении Иоанна Крестителя и так далее. И получается, что евангелист Лука мог почерпнуть эти сведения только от самой Божьей Матери. То есть Лука, он действительно общался с Пресвятой Богородицей лично, расспрашивал ее о детстве Христа, о том, что предшествовало самому рождению. Вот другие евангелисты, они начинают уже фактически с проповеди Христа, уже с появления Иоанна Предтечи и потом крещения Господа и так далее. А вот Лука нет, он подробно исследует, ему недостаточно только общественное служение Господу. И именно Божья Матерь Луке рассказывает про случай с 12-летним, уже 12-летним отроком, сыном ее Иисусом, когда они посещали храм Соломонов, и потом вот он, помните, задержался, да, и три дня не могли его найти, и нашли его в Иерусалиме, беседующем в храме с мудрецами, когда все удивлялись мудрости отрока Иисуса. Вот, то есть Пресвятая Богородица, она, конечно же, все это сохраняла в сердце, все, что для каждой мамы это дорого, что связано с ее ребенком, с рождением, как она воспитывала сына, и как он себя вел в отрочестве. И вот все это она и рассказывает Луке, потому что евангелист Лука проявлял к этому внимание и расспрашивал ее. Да, так что огромная благодарность именно евангелисту Луке за то, что он Пресвятую Богородицу об этом расспросил, ведь она же, кстати, везде в тени, она нигде о себе ничего не рассказывает, никак себя не демонстрирует, но вот Лука смог как-то вот найти какой-то доступ к ее сердцу, что она поделилась самым сокровенным, и поэтому мы знаем все это. И вот Лука действительно, он отличается такой особой сердечностью. Вот если мы посмотрим его Евангелие, вот не зря его символом является телец как жертвенное служение, ведь тельцы приносились жертву, и в этом тоже некое проявление такой вот жертвенности, милости. И евангелист Лука, его Евангелие, оно все носит характер такого жертвенно-милосердного служения Спасителя. То есть он, что, так сказать, к чему у него душа склоняется, вот то он пытается прежде всего увидеть, и это и замечает прежде всего в служении Господа. Поэтому именно евангелист Лука, например, он рассказывает про то, как Спаситель воскресил сына Наинской вдовы. Другие, они не все вот про это повествовали, точнее трое не повествуют вообще, а вот только он. А это что за случай, что из города Наина выносят умершего, и мать безутешно плачет над своим сыном, она вдова, и Спаситель, сжалившись над ней, настолько вот сердце Спасителя откликнулось, что он воскрешает этого отрока. Он говорит, юноша, тебе, говорю, встань, и отдает воскресшего сына маме его. А Лука подмечает это, потому что вот сердце Луки, оно тоже отличается вот таким особым милосердием, как сердце врача, то есть того человека, который чувствует боль других. Именно у Луки, кстати, притча о милосердном самаренине, тот самаренин, который возливает вино и елей на раны израильтянина, попавшегося в разбойники. Да, это, кстати, были тоже такие медицинские средства того времени, вот это проявление милосердия. И именно Лука об этом повествует. Также, кстати, и притча о мытаре и фарисее, вот как и о блудном сыне, вот те притчи, которые великому посту предшествуют, покаянии. Благодаря притче мытаре и фарисеи мы узнали еще про одну очень важную молитву. Она так и называется, молитва мытаря, Божья милости в Будде мне грешному. А притча о блудном сыне, это вообще ключевая такая притча, потому что, по большому счету, это притча о всех о нас. Все мы от Бога, как вот от нашего Отца, имеем какие-то дарования, но все мы это расточаем по жизни. Проводим жизнь блудно, распутно, тратим, хотим себе вот получить пораньше наследство, да, и расточить все это. Но когда оказываемся мы у корыта свиней, то тут начинаем вспоминать про Бога, начинаем каяться и возвращаемся. Ну, кто-то возвращается, кто-то остается у корыта. Но притча эта как раз свидетельствует о милосердии Отца, о милосердии Бога, как любящего нас Отца. И эту притчу приводит именно евангелист Лука. И в самых трагичных случаях вот только Лука повествует, что Спаситель во время молитвы в Гефсиманском саду, когда вот он молился, ожидая вот эту смертную чашу, и по-человечески, конечно же, тоже испытывал некий определенный такой трепет и страх, произносил «Отче, доминует меня, чаши сияй». Вот только Лука пишет, что был пот его, как капли крови, падающие на землю. И действительно, такой феномен встречается в медицине. И Лука про это знал. Вот у некоторых людей в минуты таких очень сильного стресса или переживаний лопаются капилляры, и кровь, она вместе с потом выступает наружу. Это описывалось в истории, когда кто-то, допустим, ожидает смертной казни, и у него вот это происходит, или там еще какие-то ситуации. Вот Спаситель в ожидании грядущего, да, грядущих страданий, вот у него тоже кровь вместе с потом выступает наружу. Именно Лука это описывает. Еще он описывает про то, как Петр, ну и другие, правда, вот кто-то из других евангелистов тоже описывает, что когда пришли уже схватить Спасителя, то Петр отсек ухо рабу первосвященника, имя раба было Малх, но только Лука пишет, что было после этого. Мы-то думаем, ну, отсек, и ладно, и все, и самому ничего. А на самом деле Лука пишет, именно Лука пишет, что Спаситель, прикоснувшись к уху, ну, точнее, месту отсеченного уха на голове этого раба, Спаситель его исцеляет, и этот Малх вновь обретает ухо, целое и невредимое, то есть здесь тоже проявляется милосердие Спасителя, и вот именно Лука об этом пишет, именно он обращает на это наше внимание. Поэтому ценность Евангелия от Луки, она весьма велика, он постоянно свидетельствует о Святом Духе, и Святой Дух у него, благодать Святого Духа, она фигурирует уже с первых самых страниц, когда уже Иоанну Захарии предвещается, что сын его исполнится Духа Святого от чрева матери, то есть будет как бы избран Господу, потом Архангел Гавриил, да, Святой Дух найдет на тебя силы Вышнего, осенит тебе и так далее. И вот если у Евангелиста Матфея, там приводятся такие слова, «Если вы, будучи злый, умеете даяние благие давать чадам вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него, то Лука говорит, даст Духа Святаго просящему Него, потому что именно Дух Святой и есть подлинное благо». И вот Лука, он пишет книгу «Деяний», где описывается сошествие Святого Духа на апостол, вот это вот подлинное благо, дарованное Церкви. То есть Лука не удовлетворился просто описанием жизни, страданий, воскресения Господа. Он задается вопросом, а что же дальше? А дальше вот что, дальше уже действует Святой Дух, который не сходит на учеников Христовых, который живет в Церкви, а сама Церковь и есть вот свидетельство о воскресшем Христе. И воскресший Христос глава Церкви. И милость Христова, она продолжает пребывать с Церковью. Но на этом мы, наверное, будем заканчиваться, чтобы так уж подробно не углубляться, чтобы не отнимать ни у кого уже внимания. Просто вот, братья и сестры, поблагодарим Святого Луку за то, что он предпринял такой очень значимый труд по написанию вот этих сокровенных вещей, которые зафиксированы именно у него, как у такого тщательного историка, как очень человека с чуткой душой, с чутким сердцем. И помолимся ему, чтобы он помог нам самим быть милосердными и чистым сердцем воспринимать то благовестие, которое он запечатлел. Храни всех Господь, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok